Мы находимся на выставке музыкальной в Сокольниках На том из самых интересных стендов Стенд Инспектор Russian Githers И разговариваем с Егором Крундышевым, человеком, который придумал весь вот этот Инспектор Russian Githers Егор, как тебе вообще выставка? Ничего, хорошо, то есть как бы тяжеловато уже под конец, но все хорошо Да, третий день выставки уже идет, заключительный Я вот был вчера, и я смотрю, у вас немножко поредел стенд Вчера гитар было больше Ну, естественно, люди смотрят, нравится им, покупают что-то, забирают Это хорошо Хит-продаж какой-то есть? Нет, всего по чуть-чуть забирают в каждой модели Расскажи, Лайан, Егор, про ассортимент ваших инспекторов Ну, в первую очередь, конечно, у нас здесь представлена наша модель Прям собственная такая, пользующая особой популярностью Это катана, там вот, например, такая катана-бас То есть у нас новинка, мультимензурная Разные вариации, там и кастомовые, и полу-кастомовые такие Модели серии катаны Есть басы, тут у нас тоже новый бас, там пятиструнный представлен Телекастеры, стратокастеры, наша модель тоже штурм, саботаж Я знаю, что вообще фирма Инспектор Китарс, да, это такая идеологическая в том числе история Расскажи про то, что сейчас можно называть философией бренда Ну, мы просто, я уж не знаю, такие высокие слова Ну, мы хотим по максимуму сделать, конечно, российский инструмент Помимо того, что он делается здесь у нас в Москве То есть, как бы, еще мы используем У нас стоят струны, например, ADV Systems на многих моделях У нас звукосниматели Есть и ARP, и Fokin, и наши приборы, датчики Вот, чехлы у нас собственные Ну, то, что нельзя, то есть, как бы, естественно, приобрести здесь нашего российского Металлические части, они у нас просто не производятся Конечно, мы ставим там зарубежных производителей разных А так, да, у нас концепция такая, что, конечно, мы хотим, то есть, по максимуму сделать российские гитары Слушай, ну, на вашем стеде, я так понимаю, вот на соседнем Это же тоже ваша история Вы проводили разные мастер-классы Приходили, вот, как сейчас, достаточно известные гитаристы Играли на ваших гитарах, рассказывали о каких-то особенностях Тебе самому что больше всего запомнилось вот из этих мастер-классов? Ну, у нас хорошие были на большой сцене на улице концерты наших музыкантов Это был Стэнл Эсмус Бэнд сегодня Вчера Сережа Маврин выступал Коза, вчера Леха Страйк И группа Йо Бэнд Вот, это наши друзья А вот, на маленькой сцене, там, сегодня Холубев выступал Арсавис, ну, много наших друзей, такомых, там, Егор Аверьянов Люди, которые используют наши инструменты, как в записи, так и в концертных деятельностях Слушай, вот три дня к тебе подходили люди В основном молодые, в основном, ну, только начинающие свой какой-то творческий путь Тут можно было, вот, как мы видим, там, попробовать каждую гитару Подключить ее в наушники, подключить ее к примочки Вы со всеми этими людьми общались, разговаривали Какое у тебя вообще общее впечатление от того, что происходит сейчас с гитаризмом в России И что ты хотел бы пожелать вот этим вот ребятам, которые тестили три дня подряд твои гитары Ну, происходит, все только развивается Поскольку все-таки электрогитара в нашей стране, ну, по-настоящему появилась не так давно Ну, там, лет 30 назад они начали по 20, ну, 20, наверное, 25 А вот, это только начинает развиваться Я даже знаю, что в музыкальных школах сейчас входит курс по электрогитаре и по бас-гитаре Ну, что, пусть учатся, что еще можно пожелать? Успехов им! Как тебе уровень ребят, которые приходят? Ну, уровень разный, разные ребята, и начинающие какие-то Ну, я, слава богу, не слышу, что они играют Они играют в уши А, ладно, пусть играют Супер! Егор Крундышев, инспектор гитаризм на выставке Music Mesa в Сокольниках Спасибо тебе огромное! Ваня Есин на выставке, инспектор гитаризм На выставке, на стенде, инспектор гитаризм Специально за портал Insurgentru Продолжение следует... Спасибо!